Читаем вместе. Продолжаем читать книгу «Библейские принципы здорового питания» автор Дон Колберт. Страница 122. Овощи как ценный источник клетчатки. Многие научные исследования показали, что пища, богатая овощами и фруктами, способствует предотвращению рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Отчасти это профилактическое действие объясняется тем, что в свежих овощах и фруктах содержится много клетчатки. Клетчатка понижает уровень холестерина и стабилизирует содержание сахара в крови. Питание, богатое клетчаткой, используется для профилактики геморроя, синдрома раздраженного кишечника, варикоза, запора, ожирения и даже рака прямой кишки. Продвигаясь по кишечнику, клетчатка способствует связыванию тяжелых металлов, токсинов и других вредных соединений. Вместе с ней они удаляются из организма до того, как успеют нанести вред клеткам и тканям. Если канцерогены и токсины своевременно удаляются из кишечника, риск развития рака прямой кишки значительно уменьшается. Несколько десятков лет назад знаменитый английский хирург Деннис Беркетт некоторое время работал в британской колонии в Африке. Он заметил, что ему редко доводилось оперировать пациентов-африканцев, традиционное питание которых включало много продуктов, богатых клетчаткой. И напротив, англичане, живущие в этой местности и питающиеся рафинированной пищей, часто нуждались в хирургических операциях. Доктор Беркетт провел исследование по сравнению деятельности кишечника местных африканских крестьян и британских морских офицеров, которые обращались в его больницу. Обычный рацион африканцев включал не менее 100 грамм клетчатки в день, А британские офицеры питались в основном мясом и продуктами, содержащими много рафинированной муки и сахара. Для африканцев был характерен обильный стул и отсутствие запоров, причем время прохождения пищи по желудочно-кишечному тракту составляло от 18 до 36 часов от приема пищи до дефекации. У британцев стул был компактным и небольшим по объему, а время прохождения по пищеварительному тракту составляло от 72 до 100 часов. У британских офицеров часто встречались геморрой, трещины ануса, варикоз, дивертикулит, тромбофлебит, холецистит, воспаление мочевого пузыря, аппендицит, грыжи, кишечные расстройства, ожирение, высокий уровень холестерина в крови, высокое давление, диабет, гипогликемия, полипы и рак прямой кишки и кишечника. Что касается африканцев, то эти заболевания появлялись у них только в том случае, когда они переходили на европейскую пищу, содержащую много мяса, рафинированной муки и сахара, например, в тех случаях, когда африканцы учились в Британии. Доктор Беркетт сделал вывод, что изъятие клетчатки из рациона приводит к появлению многих болезней, являющихся бичом современного цивилизованного мира. Средний американец потребляет только около 10 г клетчатки в день, тогда как ежедневная норма потребления составляет от 25 до 35 г. Растворимые виды клетчатки разлагаются кишечными микроорганизмами и производят энергию, поддерживающую нормальное функционирование пищеварительного тракта. Они также связывают соль и желчь в кишечнике, что помогает снизить уровень холестерина и предотвратить болезни желчного пузыря. Увеличение потребления клетчатки снижает аппетит и способствует похудению. Растворимая и нерастворимая клетчатка Все виды клетчатки делятся на водорастворимые и водонерастворимые. Нерастворимая клетчатка не растворяется в воде. К такому типу клетчатки относятся литнин и целлюлоза. Самый распространенный источник пищевой клетчатки это отруби. А самые распространенные отруби пшеничные. Нерастворимая клетчатка увеличивает вес стула и частоту испражнений, предупреждая таким образом запор, геморрой и другие кишечные нарушения. Хорошими источниками нерастворимой клетчатки являются кожица овощей и фруктов, цельное зерно, сухие бобы и злаковые хлопья с большим содержанием клетчатки. Источниками растворимой клетчатки являются фрукты, чечевица, фасоль, бобы, морковь, ячмень, овес и рис. Существует 7 основных видов клетчатки. Первое. Целлюлоза. Неперевариваемый вид клетчатки, который содержится в близких к поверхности слоях фруктов и овощей. Пшеничные отруби содержат много целлюлозы и поэтому малорастворимы в воде. Этот вид клетчатки очень полезен для людей, страдающих запорами, геморроем и варикозом. Геми-целлюлоза. Относится к неперевариваемым сложным углеводам, которые впитывают воду. Она содержится в стенках растительных клеток, цельных злаковых зернах, яблоках, бобах и зеленых листовых овощах. Пектин. Вещество, которое соединяет растительные ткани и находится в стенках растительных клеток и в кожице плодов. Его содержат яблоки, в особенности яблочная кожура, морковь, цитрусовые, горох и кожура других овощей и фруктов. Камедь. Этот вид клетчатки сходен с гемицеллюлозой, но находится во внутренних слоях или в эндосперме орехов, семян и зерен. Пятый вид клетчатки растительный клей. Это вид клетчатки сходный с каменью. К нему относятся, например, гуаровая смола и некоторые другие виды смол. Шестое. Лигнин. Этот вид клетчатки очень эффективно снижает уровень холестерина в крови и предотвращает образование камней в желчном пузыре. Лигнины обладают противораковыми, противогрибковыми, антибактериальными и антивирусными свойствами. Возможно, они способствуют профилактике рака груди. Наиболее богато лигнином льняное семя, но оно также находится в бобовых и семенах других растений. Седьмое. Полисахариды водорослей. Как видно из названия, этот вид клетчатки содержится в водорослях. Вводите клетчатку в рацион постепенно. Если ваше обычное питание включает мало продуктов, содержащих клетчатку, не торопитесь, вводя ее в рацион, чтобы избежать вздутия кишечника, метеоризма и судорог. Введение клетчатки в ваше меню потребует не меньше месяца. Начните с покупки хлеба из муки грубого помола вместо белого рафинированного хлеба. Покупайте фрукты вместо соков и замените картофельное пюре и чипсы на картофель, запеченный в мундире. Постепенно вводите в свой рацион больше бобовых и пищи из цельного зерна. Другой способ повысить содержание клетчатки в рационе – принимать пищевые добавки, содержащие клетчатку, например, отруби – рисовые, пшеничные или ржаные. Увеличивая потребление клетчатки, не забудьте увеличить и ежедневный объем выпиваемой жидкости. Выпивайте как минимум 2 литра воды в день или 30 грамм воды на каждый килограмм своего веса. Не принимайте пшеничные отруби одновременно с поливитаминами, так как содержащаяся в них фитиновая кислота связывает магний, цинк и железо. Если клетчатка служит вам пищевой добавкой, выберите для ее употребления другое время, а не то, когда вы принимаете витаминно-минеральный комплекс. Лучший способ обогатить свой рацион клетчаткой – перейти на рацион, содержащий много цельных злаков, бобовых и свежих овощей и фруктов. Улучшим вкус овощей Мне недавно рассказали про одну калифорнийскую даму, которая заказала в ресторане салат из разных видов зелени. Официант забыл принести к нему соус, и она стала потихоньку выбирать листики из салатницы и пробовать их. Их вкус настолько поразил ее, что она воскликнула, обращаясь к своим друзьям. Подумать только, мне 52 года, а я впервые в жизни узнала, каков салат на вкус. В этом калифорнийском ресторане подавали свежую зелень, срезанную на местных фермах в тот же день. Дама, о которой идет речь, всю жизнь ела салаты из сельскохозяйственных продуктов массового производства, щедро поливая их соусом. В первый раз попробовав на вкус настоящий салат, она была просто потрясена. Если у вас есть такая возможность, покупайте экологически чистые продукты местного производства. Съездите на ближайший рынок и купите там фрукты и овощи. Может быть они грязнее и выглядят хуже, чем в магазине, но в них меньше пестицидов и других добавок. Начиная есть так, как ел Иисус, многие люди с удивлением обнаруживают, что получают больше удовольствия. От вкуса свежей еды. Дело в том, что мы уже привыкли к пище перенасыщенной солью, сахаром, добавками, гидрогенизированными жирами и другими веществами, которые используются в пищевой промышленности. Мы просто-напросто отвыкли от вкуса хорошей свежей пищи. Нужна ли соль? При приготовлении пищи соль и перец обычно добавляют чуть ли не в каждое блюдо. Для некоторых видов пищи это подходит. Тем не менее, я рекомендую вам ограничить потребление соли. Давно известно, что от сахара возникает пищевая зависимость, а вот зависимость от соли почти не изучалась. Известно, что некоторые люди не могут жить без соли. И производители пищевых продуктов пользуются этим фактом. Поваренная соль – это хлорид натрия, а натрий виновен возникновением многих заболеваний. Оптимальное соотношение калия и натрия в продуктах питания должно составлять не менее 5 к 1. То есть калия должно быть в 5 раз больше, чем натрия. Однако американцы потребляют в 2 раза больше натрия, чем калия. Для взрослого человека норма потребления соли в день составляет менее 200 мг или около 10 части чайной ложки. Средневзрослый американец потребляет от 6 до 25 грамм соли в день в 20 раз больше, чем нужно. Часто пациенты говорят мне, доктор, да я совсем не солю еду. Обычно этим они хотят сказать, что не ставят на стол солонку. Они думают, что почти совсем не потребляют соли, хотя едят много пищи промышленного приготовления. Дело в том, что такая еда содержит очень много натрия. Прочтите сами на этикетке, когда будете покупать в магазине консервированный суп или овощи. Люди, очень любящие есть соленое, часто истощены или утомлены. У них бывает недостаток адреналина. Почти каждый четвертый американец страдает от повышенного артериального давления, вызванного излишним потреблением соли. Лучший способ изменить ситуацию – есть побольше свежих овощей и фруктов. Калия в них содержится больше, чем натрия. Сильно сократить потребление продуктов быстрого приготовления и не солить пищу за столом. Если вы любите соленое, используйте заменители соли. Приправы и травы во времена Иисуса. В библейские времена люди использовали большое количество разнообразных трав и приправ, причем не только в гастрономических, но и в медицинских целях. Только немногие из них упоминаются в Библии. Кориандр. Манна показалась израильтянам похожей на зерна кориандра. Кориандр, который иногда называют небесным лекарством, в России больше известен под названием кинза. Кориандр – это однолетнее растение родственной петрушки и моркови. Оно дает серовато-белые круглые семена, издающие приятный аромат. Кориандровое семя используется для придания аромата кондитерским изделиям, мясным блюдам, конфетам, салатам, супам и даже вину. Кориандр с древних времен применяется для лечения легких желудочных расстройств, а также для облегчения мышечных и суставных болей. Вкусный соус к жареной курице, баранине или рыбе готовится так. Всыпьте в стакан 250 мл натурального йогурта, стакан нарубленных листьев кориандра, кинзы. Добавьте измельченный зубчик чеснока, столовую ложку уксуса, половину чайной ложки соли, половину чайной ложки тмина. Хорошо перемешайте и охладите в холодильнике. Иссоп Многие ученые считают, что библейский иссоп – это майоран, растение родственной мяти. В библейские времена иссоп в изобилии произрастал на территории нынешнего Израиля и на Синайском полуострове. Он и сейчас широко используется на Ближнем Востоке для приготовления лекарственного чая и в качестве ароматизатора. Иссоп препятствует свертыванию крови и в древности использовался в качестве противосвертывающего средства. Современные исследования показали, что Иссоп препятствует развитию вируса герпеса, который вызывает лихорадку на губах и генитальный герпес. По мнению доктора Джимса Балча, Иссоп обладает отхаркивающими свойствами, регулирует артериальное давление, помогает при закупорке вен и метеоризме. Мята Вкус мяты нравится большинству людей, но в Библии мята приводится в списке горьких трав. Смотрите, Исход 12 глава 8 стих и числа 9 глава 11 стих. Другие горькие травы это, вероятно, цикорий, салат-латук, крес-салат, щавель и одуванчик. Из этих трав в библейские времена готовили нечто вроде салата. На Ближнем Востоке встречаются два основных вида мяты – перечная мята и кудрявая мята. В Древнем Риме и Греции мяту клали в молоко, чтобы оно не скисло. Римляне и греки обычно предлагали мяту после еды в качестве средства, улучшающего пищеварение. В современной народной медицине мята рекомендуется при менструальных болях, тошноте, простуде, гриппе, отрыжке, головной боли, бессоннице и как жаропонижающее. Мята является спазмолитиком, то есть расслабляет мышцы пищеварительного тракта и матки. Доказано, что она устраняет тошноту и стимулирует наступление менструации. Женщины, опасающиеся выкидыша, не должны употреблять мяту в пищу или как лекарственное средство. Петрушка. В Библии некоторые травы определяются как ароматные. Смотрите, Песни песней, 5 глава, 13 стих. Полагают, что петрушка относится к таким травам. Петрушка в изобилии растет в Израиле. Она появляется весной среди самых ранних трав и, возможно, поэтому является частью традиционного пасхального угощения. Петрушка богатый источник витаминов А и С. Она содержит вещества апиол и милистицин, которые обладают легким, слабительным и сильным мочегонным свойством. Мочегонное действие милистицина, возможно, помогает понижать артериальное давление. В Германии лечебный чай из петрушки используется именно таким образом. Исследования показали, что вещества, содержащиеся в петрушке, блокируют образование гистаминов, соединений, провоцирующих приступы аллергии. Доктор Джеймс Балт считает, что петрушка помогает при метеоризме, стимулирует активность пищеварительной системы и освежает дыхание. Она также способствует нормальной работе мочевого пузыря, почек, печени, легких, желудка и щитовидной железы. Петрушка применяется как лекарственное средство при энурезе, ночном недержании мочи, гипертонии, отеках, запахе изо рта, метеоризме и заболеваниях почек. Другие травы. В ближневосточной кухне широко применяются укроп, тмин, куркума, корица, шафран и горчица. Хотя эти приправы не упоминаются в Библии, они могут очень улучшить вкус вашей еды. Попробуйте с ними поэкспериментировать. Что ел Иисус? Иисус ел очень много овощей, особенно чеснока, лука, порея, бобов, фасоли и чечевицы. Эти овощи часто были его основной едой, которая приправлялась традиционными израильскими травами и пряностями. Мы можем следовать за Иисусом, увеличив количество овощей в своем рационе и стараясь съесть их сырыми, приготовленными на пару или слегка обжаренными на оливковом масле. Иисус Иисус Иисус